Музей Казанского федерального Постепенно собирался очень интересный материал. Я считаю, что самые ценные это те рукописи, те автографы и те вещи, которым прикасались наши великие ученые или наши великие выпускники. Их немало. Вот я уже назвала, например, личная печатка Лобачевского. Я взяла ее в руки, вот я могу ее показать, эту печатку, взяла ее в руки, вот так вот держала и ходила по коридору университета, показывая всем, видите, какой экспонат поступил в музей. Если такой экспонат есть, то музей будет. Причем это было почти в самом начале, в 78-м году. Наш один из первых экспонатов, буквально наша реликвия. Спустя 37 лет трудно представить, что создан музей был за год и два месяца. Это стало возможно благодаря самоотверженному труду его небольшого коллектива. Сегодня музей известен не только в Казани, но и в России и за ее пределами. Он стал важнейшим центром пропаганды отечественной науки и культуры, крупнейшим центром культурной жизни города. К своему 37-му дню рождения музей проводит благотворительную акцию «Музей с любовью». Коллектив музея с благодарностью примет отдельные предметы – фотографии, картины, документы, книги, приборы, личные вещи и коллекции, связанные с именами ученых, с историей развития науки в Республике Татарстан и в России. И если вы внимательно посмотрите на экспозицию, то здесь, безусловно, очень хорошо всегда был отражен период с момента основания университета с 1804 года до конца 70-го годов. Очки, письменный прибор, записная книжка, ручка, портфель. На самом деле для сотрудников музея это мемориальные вещи, которые действительно могут стать экспонатами музея и украсить экспозицию музея и могут о многом рассказать.